Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я хочу перенестись в чемпионат СССР 1960 года и показать вам фантастическую партию Марка Евгеньевича Тайманова против Льва Полугаевского. Итак, белыми играет Тайманов, начиная ходом с Д4, Полугаевский отвечает с Д7, Д5, Тайманов жертвует пешку на С4 и Лев принимает этот вызов, принятый в перзевый гамбит. Белые выводят коня на Ф3, черные отвечают тем же и здесь Тайманов объявляет шаг ферзем на А4, желая как можно быстрее отыграть пешку. Черные перегораживаются конем, белые играют конь С3, пока не спеша забирает пешку на С4 и готовит ход Е2-Е4 в один прием. Черные пока продолжают развитие, белая пешка оказывается на Е4 и в этот момент Лев Полугаевский подрывает белый центр путем С7-С5. Хочу сказать, что сейчас это продолжение практически вышло из употребления. В основном в современных шахматах черные играют здесь А7-А6, белые все равно забирают слоном, поскольку ход в Б5 не выигрывает фигуру из-за связки пешки по линии А, но черные подготавляют ход Б5 путем Ладья Б8, перзь отступает, потом черные играют Б5, слон Б7 и получают немного пассивную, но тем не менее вполне играбельную позицию. Ну а в той партии в 60-м году черные хотели как можно быстрее решить дебютные проблемы, и они подрывают центр С7-С5. Ну что ж, Тайманов реагирует наиболее принципиальным образом, он продвигает свою центральную пешку на Д5, черные забирают пешкой, и здесь следует ход Е4-Е5, захватывая пространство, нападая на коня, и теперь после отступления лошади белые собираются побить пешку на Д5 конем, получая просто фантастическое преимущество в центре. Но конечно черные не обязаны отступать, они могут нанести контрудар, и Лев Полугаевский наносит удар Д5-Д4, контратакуя белого коня. Надо сказать, что уже этот ход по сути проигрывает партию, но тогда в 60-м году это было еще неизвестно, и ход Д4 считался основной теоретической линией. Уже намного позже черные нашли здесь правильную реакцию, и она, как ни странно, связана с жертвой пешки. Черные здесь обязаны играть к Б7-Б5, отдавать эту пешку, и теперь если белые забирают конем, то уже здесь конь черных скачет на Е4, пешка Д5 никем не атакована, и черные даже получают перевес, поэтому белые обязаны забирать пешку на Б5 с ферзем. Но тогда следует темповой ход ладья Б8, ферзь отступает обратно на А4, и вот уже в этой позиции, когда открылась линия для ладьи, черные играют Д5-Д4, атакуя коня. Дело в том, что здесь уже плохо бить на С4 слоном из-за хода ладья Б4, и следующим ходом забираем на С4, черные получают перевес. Ну а если сыграть, побить, например, коня на Ф6, то следует взятие на С3, взятие на С4 слоном. Ну и здесь очень интересные варианты могут возникнуть, например, если черные будут жабинчить, побьют пешку на Б2, то они форсировано проигрывают после типовой жертвы на Ф7, потом конь объявляет шаг к королю, король выгоняется в чисто поле, ну вот была такая одна партия, где черный король бегал по доске, и в итоге жертвуют слона белые, и все-таки загоняют этого короля в матовую сеть. Так что взять пешку на Б2 себе дороже, и черные должны играть максимально принципиально. И вот давайте сейчас посмотрим партию гроссмейстера Энтони Майлдса против Анатолия Карпова, сыгранная в 90-м году. Карпов сыграл здесь ладья Б4, нападая на ферзя, ферзь отошел, и просто побил конем пешку на Ф6. Майлдс в этой позиции продвинул свою пешку на Б3, защищая слона, ну и буквально через несколько ходов партия завершилась в ничью. Очень точный ход слон Е6, на взятие заготовлено ладья Е4 и шах, и потом черные забирают ладьей на Е6, оставляя более-менее нормальную пешечную структуру. Ну, в партии была короткая рокировка, размена С4, слон Е7, ну и вот буквально пару ходов продолжалась эта партия, и завершилась она в ничью, вот в этой позиции. Так что казалось бы, что Карпов надежно защитил этот вариант за черных, но на самом деле к Майлдсу здесь есть некоторые вопросы, например, в этой позиции совсем не ясно, зачем нужно было ставить пешку на Б3, кажется намного логичным немедленно побить ферзем пешку на С3, и здесь у черных могут возникнуть проблемы, например, если просто завершать развитие, сыграть слон Е7, то следует конь Е5, атакуя пешку Ф7, и на короткую рокировку конь С6. Белые выигрывают качество, но с лишним качеством то ясно, что у них будет перевес. А если в этой позиции попробовать сыграть по аналогии с партией, то есть слон Е6, взятие шаг ладьей и взять ладьей на Е6, то здесь мы видим, что у черных остается слабая пешка на С5, которую белые, безусловно, будут атаковать, и за счет этого у белых есть определенный перевес, кроме того, они опережают черных в развитиях, и во многих вариантах прыжок коня на поле Ж5 окажется неудачным. Возвращаемся к партии Тайманова против Пологаевского. Давайте сначала прокрутим дебют. У нас принятый ферзевый гамбит. С5, Е5, и вот ход Д4. Этот ход, кстати, до сих пор довольно часто поменяется, в том числе много раз его поменяли после данной партии, однако здесь Марк Тайманов продемонстрировал очень четкое возражение. Он забирает пешку на С4, следует взять и на С3, взять и на Е6, черные забирают ферзем, белые нападают на ферзя, и здесь черные рассчитывают на ход ферзя на поле С6, предлагая размен и тем самым выигрывая темп для защиты. И вот в той самой партии в 1960 Марк Тайманов просто делает длинную длинную рокировку оставляет своего ферзя под боем. Колоссальный ход, давайте конечно посмотрим принципиальный вариант, что было бы если бы черные приняли жертву ферзя, тогда следует шаг ладьей на поле Е1, черные могут защититься только слоном на Е7, ясно, что если защититься конем, то последует мат на поле Д8, поэтому слон Е7, взятие слона, король отступает, взятие на Е7 ладьей, теперь если король идет налево, то после шага ладьей Е1, белые доводят свою атаку до мата, просто забирая все, что черные отдают, поэтому нужно отступать королем на поле Ж8, рассчитывая на то, что слон С4 находится под боем ферзя, но здесь черные забирают коня с шахом, взятие ферзем, шаг на Д8, король отступает, и самая беда в том, что ферзь попадает под коневую вилку после конь Д5 и комбит С4, белые просто остаются с лишней фигурой и в подавляющей позиции, так что этот вариант для черных неприемлем, в парте Лев Полугаевский попытался здесь защититься взятием на Б2, но белые спокойно побили на Б2 королем, черные пытаются сделать короткую рокировку, опять же взятие ферзя приводит к аналогичным вариантам, но тогда белые ставят ладью на поле Е1, Ф6 перекрываем диагональ для слона, но теперь уже слон Б5, ферзь под боем, единственное, что спасает черных это связка по линии Б, король отступает из-под связки, здесь Полугаевский попытался запастись материалом, побил слона на Ж5, но следует взять на Д7 шаг, король отступает на Ф8 и в этой позиции Тайманов наносит завершающий удар, забирает он на Е7, выманивает черного короля в центр, и тут уже все фигуры обрушились в атаку на черного короля, шаг, можно было конечно выиграть чердя, но Тайманов играет на мат, объявляет шаг с терзем с поля Б2 и уже в этой позиции Полугаевский признал себя побежденным, давайте досчитаем вариант до конца в случае хода короля 5, шаг на поле А3, король Б5 и самый красивый матовый финал заключается в том, чтобы подставить коня под бой, вынуждая пешку уйти с линии С, и теперь слон Д3 мат, смотрите как красиво получилось, слон по диагонали стреляет, ферзь по диагонали и ладья отнимает у короля поле С6, тем самым король оказывается на перекрести белых фигур и получает мат буквально в центре доски в позиции где у черных лишняя ладья, что ж, кому понравился обзор, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, а с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok